И все, привет, ребят, с мистера Вайка, я все записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещал долгожданному топу пушек, вы меня просили, чтобы я записал обновленный топ пушечек, вот вам он, самый топчик, лучший, свежайший по вооружениям, по пушечкам нашим в игре, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Сегодня вместе с вами мы сделаем тирлистик пушечек, сделаем супер плотный контентик, где разберем баланс вооружений на сегодняшний момент времени, какая пушка находится сейчас в идеальнейшем балансе, какую стоит 100% приобретать, какая нагибает лучше всего в матчмейкинге Сразу скажу, что на сегодняшний момент времени баланс у нас такой, что слабых пушек просто нет, есть пушки супер сильные, есть чуть-чуть слабее пушки и есть средние силы пушки Слабых пушек, повторюсь, нету, поэтому любая пушка, которая вам нравится, может быть использована грамотно в матчмейкинге и она будет нагибать и будет разваливать супер плотный контентик Ну а вы, ребятки, если ждали видос, проявите максимальную активность, давайте соберем 150 лайков на этой серии Если вы прям хотите, то после этого тирлиста с обзором топ пушек мы сделаем топ корпусов, ну а после топа корпусов сделаем топ дронов Да, где я выскажу свою точку зрения, вы напишите свою точку зрения в комментариях, где-то мы можем сойтись, где-то можем разойтись Но в любом случае подобного рода видосы многим игрокам помогают найти ту самую мету, найти для себя какие-то интересные пушки вооружения для прокачки Все-таки у нас до скидок осталось не так много времени, соответственно, я думаю, что этот видос будет максимально полезен Вы из него сможете понять, какую вам пушечку, например, прокачать уже на ближайшие 50% скидки Пойдем, ребята, я думаю, по порядку Также в тирлистах будем расставлять пушки еще и от сильной к менее слабой То есть, например, если у меня там в С будет там 5 пушек, то я постараюсь эти 5 пушек еще выставить по своей шкале силы Да, то есть от слева будет самая сильная и правее слабее, 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 слабее Так, ну что, вулкан у нас, ребяточки, вулкан, ну супер сильный сейчас, да И после недавних обновлений он показывает очень крутые результаты, поэтому смело его в вашечку можно засунуть Громчик такой же, супер сильный, его сюда же в вашечку можно сунуть Скорпион такой же, очень вкусный, очень сильный Вулкан, в моем понимании, даже на адреналине работает Ну, разберем чуть поподробнее пушки, а то я так могу очень быстро все навтыкать И особо вы, ну, ничего хорошего из этого не уследите и не уловите Поэтому давайте начнем по очереди и более так внимательно, детально Вулкан, в моем понимании, сейчас адреналин, если у вас нет пульсара Если есть пульсар, то с пульсаром очень жестко себя показывает Устройства за кристаллы тоже работают с этой пушкой очень хорошо Поэтому в действии сейчас эта пушка может давать очень вкусного и плотного контента Также, вместе с вулканом, относительно недавно у нас апнули Скорпиона Что торнадо, что рой, что дефолтные устройства, что копье Очень круто себя сейчас показывают И поэтому Скорпион, в моем понимании, стал сейчас тоже очень и очень интересной пушкой Которая может показывать очень и очень крутые результаты в матчмейкинге Гром это одна из самых стабильных пушек в игре На протяжении уже супер длительного периода времени Что гром с вакуумными снарядами, что гром с адаптивной перезарядкой Что гром с тем же самым дефолтным адреналином Да, если у вас нет крутых устройств Он будет показывать очень хорошие результаты Но здесь уже появляется вопрос резистов Как и у любой другой пушки То есть если резов нету, гром будет прям просто в салат все уносить Если резов много, тогда уже не будет такого прям очень жесткого результата Но все так же будет круто себя показывать Рельсу, пожалуй, я поставлю в эсочку Да, потому что рельса для меня сейчас это пушка Которую можно супер универсально разыграть везде Я уже не говорю про крупнокалиберные снаряды Которые ваншотают оппонента Но помимо них есть много других крутых тоже устройств на эту пушку И все они будут работать Понятное дело, что если будет большое количество резистов То крупнокалиберка бесшансово будет уносить все, что движется Да, то есть бесшансово крупнокалиберка будет топ-1 Да, но если у вас нету крупнокалиберки То даже любое другое устройство будет показывать очень и очень хорошие результаты Поэтому рельсу я ставлю здесь в эсочку Но больше приоритет отдаю крупнокалиберке Потому что даже против резистов она будет показывать супер жесткие результаты Магнум По мете очень хорош сейчас И даже вот хочется его поставить и в эс, и в а, и в б То есть я вот не знаю даже куда его сунуть Но в бэшку не могу Потому что знаю, что он сейчас так же хорош И он показывает очень и очень хорошие результаты в рамках матчмейкинга Поэтому, а я считаю, что Магнум что с поджогом Что с дефолтными устройствами Что с устройством, которое сейчас относительно недавно вышло Вакуумные снаряды на Магнум Показывают тоже очень и очень хорошие результаты Дальше Гаусс Вот это одна из немногих пушек Которую я могу железно поставить в бэшку Которая сейчас, ну не супер сильная Да, его можно реализовать Но он не такой жесткий Поэтому на бэшечку, я думаю, здесь его можно сунуть Да Шафт Очень универсальный, очень сильный В эсечку Прям железобетон Хочется поставить Хочется поставить эту пушку Потому что она очень универсальная по устройствам Устройства практически все работают на великолепно Плюс даже без донатных устройств Она будет показывать, эта пушка, очень и очень хорошие результаты Жига Здесь ее можно поставить в А Да, и приравнять к этим пушкам Да И наверное даже это будет правильно Да, наверное даже это будет правильно поставить здесь в А Но в моменте даже хочется в бэшку сунуть ее Да, в моменте хочется в бэшку Но я понимаю, что ее можно реализовать круто Она будет работать И поэтому в А она подходит И на ней можно играть супер круто Фриз Железобетон эс Очень сильный Особенно после выхода фриза пульсара Я прям нереально жестко кайфую И понимаю, что сейчас он показывает нереально крутые результаты в матчмейке Нереально крутые результаты Он очень сильный И я считаю, что это вот реально эсочка Супер вкуснейшая Изида Ну наверное Одна из немногих пушек, которую могу добавить также в бэшку И тут Ну я скажу, что она Универсально работает Резистов от нее нету Но Она Ну вот по мете будет послабее Да, то есть даже вампирка Она ну такая Типа Средний четчик То есть я Изиду уже довольно давно не использовал Чтобы вот так прям взять в матчмейкинге Довольно давно не использовал Поэтому я думаю, что вот ее в бэшечку можно сунуть Тесла Ну наверное тоже б Наверное тоже б И здесь Ну наверное она будет Даже сильнее, чем Изида Да, то есть б Но самая сильная бэшка Прям вот такая самая жесткая бэшечка будет В моем понимании Я ненавижу Теслу Я на ней Вообще практически не играю Но по балансу Она может даже быть в А Она может даже быть в А Но так как мне эта пушка не нравится Я ставлю ее в Б Но она может быть и выше Да, то есть если вы хорошо умеете ей обращаться То вы можете даже на ней супер жестко нагибать Молот Железобетонная ашечка Очень большой пул крутых устройств Дает возможность реализации этой пушки Даже против резистов И в моменте Можно было бы даже сунуть его Наверное в С Но все-таки я больше склоняюсь к А Сейчас мы еще здесь Разбалансим каждую пушку По моему рейтингу Да, пока я только бэшечку Тут раскидал более грамотно Но В моем понимании В А Здесь лезет Прям лезет Реально лезет Это Замечательная пушка Твинс Ну хочется поставить его в Б Но он крутой От него резистов нет И как будто он даже в А Мог бы залезть спокойно Как и Тесла Но так Наверное Тогда я сделаю вот такую движуху Тогда я поставлю в С Гаусса И в Б Тогда мы сунем здесь Даже наверное И Зиду мы тоже сунем Вот так вот Наверное даже я вот так сделаю Чтобы было чуть-чуть Более балансно Рикошет Но тоже крутой Но Наверное сюда В бэшечку пойдет он Да, то есть Не так супер Много Возможностей Против резистов Можно сделать на этой пушке Да, то есть Если резисты появляются Она становится уже Не такая крутая Да Ну и Смака Страйкер у нас остается Смака Тоже по балансу Где-то вот здесь Вот Где-то вот здесь Хотя наверное Даже в Б Пойдет Смака Даже в Б Пойдет Потому что резистов Особо нету Против резов Она уже не такая сильная Поэтому наверное в Б Наверное в Б Ну и страйкер Мега универсальный Очень жесткий И очень сильно Зависит от скилла вашего Но за счет того Что даже против резиста Эта пушка Может показывать Очень жесткие результаты В моем понимании Я ставлю В С Те пушки Которые именно Против большого количества Резов все равно Будут нагибать То наверное Страйкер надо тоже Ставить сюда В С Да Гаусса можно было бы Наверное даже поставить В Д Но Оставим его в С Потому что я сказал Что сейчас по балансу У нас пушек Слабых нет Да То есть есть Вот в моем понимании С это средний уровень Б Это уже выше среднего Это нагиб А И С Это супер нагиб Супер нагиб Это то что работает Даже против резистов Против большого количества резистов Что рельса Что шафт Что фриз Что страйкер Даже против резов Будет давать Супер Контентика И здесь вариативность Устройств большая Да То есть даже если у вас нет Каких то имбалансных устройств Оно будет работать Оно будет нагибать Фриз Сто процентов первый Мега универсален Я думаю что Очень жестко может работать Страйкер наверное Ставлю выше чем рельсу Хотя здесь тоже спорно Ну и шафт Шафт рельса Ну как будто шафт Даже тоже сильнее чем рельса Да Наверное даже вот так я поставлю Здесь вулкан скорпион Правильно стоит Жига молот Жига молот Ну здесь Жига тоже очень круто Может себя показать Здесь может быть Жига сильнее вулкана Ну наверное давайте сделаем так Вулкан Жига Скорпион Гром Магнум Молот Наверное даже вот так Наверное сделаем Или даже вот так сделаем Вот так наверное даже сделаем Скорпион после обновы Именно вот Последний стал супер крутой Молот он в принципе В хорошем балансе Здесь Твинс Тесла Рикошет Смока Наверное так По балансу И пусть и будет Рикошет Смоку здесь можно было бы Перетусовать Наверное здесь оно так и есть Ну и Изида Гаус Я думаю что наверное правильно Да То есть вот как-то так Как-то так Это все дело выглядит Очень крутой баланс Поэтому тяжело Здесь Выделять прям супер сильно Какие-то Определенные пушки Да Повторюсь уже Неоднократно Сейчас Очень Очень Хороший баланс Пуш И На любой Из этих пушек Можно Давать Очень крутые Результаты В матчмейкинге Главный критерий Чем меньше Резистов Тем лучше Результат Поэтому Если От любой Из этой пушки Не будет резов Более чем уверен Что 30-40 кило В закатку Вы сможете дать Да Если будут резы От вашей пушки То Приоритет Отдаете Ашки Эски Именно Имбовым И супер Имбовым Пушкам Которые Даже Против резов Будет показывать Крутой Результат В матчмейкинге Этот Топ Больше Наверное Склонен Не только К балансу Сегодняшнему То Как я его Вижу Но и К моим Личным Предпочтениям По пушкам Это Мои личные Предпочтения Поэтому Здесь Ну Наверное Исходя из Тому Что я Использую И Что я Вижу Лучшее По балансу Поэтому Хотелось бы узнать Вашу точку зрения Что вы думаете По этому поводу Какие устройства Какие пушки Вы для себя Выделяете Возможно Если у вас есть время Сделайте Такой же самый Списочек В комментариях Мне будет тоже Интересно Почитать Если вы там С чем-то не согласны Если согласны То просто Напишите Что согласны С моей точкой зрения Надеюсь Что этот видос Поможет вам Разобраться С балансом Побольше И возможно Поможет Как раз таки Приобрести Какие-то Определенные Пушки В ваш гараж Ну и Давайте соберем 150 лайков На Следующий топ Я думаю Что 150 Будет Как раз таки Той цифрой Которая Даст нам Старт Следующего Замечательного Топа Обязательно Поддержьте данный видос Лайком Подписывайтесь на канал Пишите все свои мысли В комментариях Но у меня Друзья На этом все Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Пока